Здравствуйте! Это «Итоги дня» информационного портала allpravda.ru в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Лекарства будут. Губернатор Сергей Морозов вмешался в дело анкобольной девушки и Минздрава. Секреты особой зоны, что хранится на стеллажах первого резидента ПАЭС «Ульяновск». В Ульяновском онкодиспансере увеличили дневной стационар и закупили оборудование на 10 миллионов рублей. Спорт для всех, где в Ульяновске можно поиграть в шахматы. В 2019 году регионам направят межбюджетные трансферты на сфинансирование расходов по покупке медицинских изделий и проведению капремонта учреждениям здравоохранения. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал порядок предоставления средств из резервного фонда правительства РФ. Сергей Морозов поручил региональному министерству здравоохранения подготовить заявку от Ульяновской области. Сейчас ведомство прорабатывает необходимый перечень. Лекарства будут. После резонансного случая с отказом в предоставлении жизненно необходимого препарата Рамелия Волгиной в ситуацию вмешался лично глава региона. Женщина борется с четвертой стадией рака легкого на счету каждая минута. На днях в СМИ появилась информация о том, что жительница Ульяновская Рамелия Волгиной областной Минздрав отказал в обеспечении дорогостоящим лекарственным препаратом. В прошлом году Рамелия Волгиной поставили диагноз неоперабельный рак нижней доли левого легкого четвертой стадии. Врачи назначили ей дорогостоящий препарат для лечения. Женщина хотела получать лекарства в поликлинике по месту жительства, но областной Минздрав ей в этом отказал, поскольку оказалось, что кризотениб не входит в перечень льготных. Отчаявшись, Рамелия обратилась в суд и выиграла. В свою очередь Минздрав подал апелляционную жалобу. Наша съемочная группа отправилась в профильное ведомство, чтобы лично задать вопрос министру о произошедшей ситуации. По словам Сергея Панченко, всему виной законодательная система. Сейчас препарат не входит в региональный перечень жизненно необходимых лекарств, поэтому его не могут выдавать в поликлинике по месту жительства пациентки. В этой связи женщине пошли навстречу и предложили альтернативный вариант. Мы изыскали возможность, чтобы она ее получала на базе лечебно-профимортического учреждения, которое занимается лечением онкологически больных. Соответственно, это онкологический диспансер. У них есть и финансовые возможности, и в тот список жизненно необходимых лекарственных средств, по которым они закупают препарат без нарушения законодательства, это они могут сделать. Они, соответственно, это и сделали. Закупили на полугодовое обеспечение этой больной. В ситуацию вмешался лично губернатор. Сергей Морозов дал поручение областному ведомству в кратчайшие сроки включить необходимое лекарство в региональный перечень льготных препаратов и изыскать средства на его дальнейшую закупку, чтобы женщина могла получать лекарства в своей поликлинике по месту жительства. Минздрав, в свою очередь, предпринимает все усилия для того, чтобы решить этот вопрос уже в рамках действующего законодательства без ущерба и для пациентки с тем, чтобы устранить временные трудности. Редакция дозвонилась до Ремели Волгиной, чтобы узнать ее версию событий. Но женщина от комментариев отказалась, сославшись на плохое самочувствие и постоянную занятость из-за лечения. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новостьюл Правда ТВ. К 2024 году в Ульяновской области запланировано снижение смертности от онкологических заболеваний на 7,5%. В рамках нацпроекта здравоохранения в регионе продолжается развитие онкологической службы. Так, в онкодиспансере завершился ремонт дневного стационара на 25 коек. В августе в больничном комплексе начнут ремонтировать второй этаж хирургического отделения номер 2. А в конце 2019 года свою работу в Ульяновске начнет центр томотерапии. В областном онкологическом диспансере завершился ремонт дневного стационара. Преображать бывшее административное помещение больницы, где расположилась служба, начали два с половиной месяца назад. Сейчас полным ходом идет процесс лицензирования. На капремонт ушло почти 3 миллиона рублей. Средства выделены из фонда обязательного медицинского страхования. Дневной стационар ульяновского онкодиспансера существовал, но, к сожалению, он располагался в не очень, скажем, больших помещениях. Там находилось всего 6 коек и возможности его были ограничены. Работа в две смены сохранится. Увеличится пропускная способность. Вместо 6 коек и 20 пациентов в день, 25 мест и 70 нуждающихся в сутки. Помимо ремонта, дневной стационар получил новое оборудование и медицинскую мебель на общую сумму 10 миллионов рублей. Первые пациенты смогут воспользоваться услугами стационара в октябре, когда полностью сформируют штат. У нас в этом году 4 ординатора закончили ординатуру по профилю онкологии. Один из них будет работать в городском лечебном учреждении, а трое мы оставляем здесь у себя как раз для работы в этом дневном стационаре. На этом ремонт диспансера не закончится. В конце августа преображать начнут таракальное отделение на втором этаже хирургического корпуса, где лечение получают пациенты с тяжелыми формами заболевания, пищевода и легких. Закрывать его не будут. Чистую хирургию на время перенесут дневной стационар, чтобы новое помещение до открытия не пустовало. В стране идет большой проект здравоохранения и в нем одним из самых больших проектов под программ. Это программа борьба с онкологическими заболеваниями. Федеральная программа и, соответственно, есть региональная программа. Кроме дневного стационара, непосредственно в онкодиспансере, профильные стационары дневного пребывания пациентов в этом году откроются также в поликлиниках номер 1, 3, 4, 5, ЦГКБ и медсанчасти. Преображение онкологической службы Ульяновской области началось еще в 2011 году. В декабре 2017 полностью отремонтировали четвертый этаж хирургического корпуса. Тогда же сюда перевели и пациентов химиотерапевтического отделения. А в конце 2019 на базе диспансера заработает центр томотерапии, где будет доступен высокоточный метод лечения онкозаболеваний всех видов и форм опухоли, в том числе спинного мозга, головы, шеи, молочных желез, малого таза и легких. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. Депутаты законодательного собрания потребовали принять меры по наведению порядка в управлении дорожного хозяйства администрации Ульяновска. Больше всего вопросов вызывает ремонт на улице Тимирязева. От имени жителей секретарь регионального отделения Единой России Василий Гвоздев обратился к губернатору Сергею Морозову и главе города Сергею Панчину с просьбой навести порядок. По его словам, необходимо рассмотреть вопросы, принять меры по наведению порядка в управлении. Портовая особоэкономическая зона Ульяновска является одной из ключевых точек роста и развития региона, где реализуются десятки новых российских и зарубежных высокотехнологичных проектов. С момента существования создано около 4000 новых рабочих мест. По данным Минэкономразвития России, ПС Ульяновск подняла планку с 40 до 93% за период с начала функционирования и признана эффективной площадкой. До конца 2019 года в Ульяновскую портовую особую экономическую зону войдут еще 8 новых резидентов. Среди инвестиционных проектов, к примеру, инженеринговый центр по разработке и производству систем автоматизации промышленности. Это абсолютно уникальный проект. По сути, это компания, промышленная, крупный завод обращается к ним в этот центр для оптимизации производства, ускорения процесса производства, упрощения выборки брака. Сейчас ПС в полной мере функционирует 30 резидентов. Это и завод по изготовлению авиационных бортовых кабельных сетей и предприятий в сфере оптовой торговли промышленными товарами. До 2018 года инвестору для реализации проектов в экономической зоне могли предоставить только землю. С появлением на базе ПС индустриального парка платформа резиденты могут воспользоваться уже готовыми производственными помещениями. В прошлом году также завершено строительство объектов таможенной инфраструктуры. Резиденты особо экономической зоны, компании, которые реализуют здесь проекты, они освобождены от большинства налогов. Здесь также есть таможенные особые условия, которые позволяют не платить пошлине НДС на ввозимые товары. Но в итоге пошлине НДС все-таки платятся, когда товары завозятся на территорию России с особой экономической зоны. Плюс компании также платят НДФЛ и другие социальные выплаты. Складской комплекс компании Т1 в 2016 году стал первым резидентом ПС. Сегодня львиную долю помещения занимают японские товары. Одна из фирм страны восходящего солнца открыла на базе склада центр дистрибуции по России. Святовары здесь размещают и другие резиденты ПС, а иранская компания хранит на российских стеллажах синтетический каучук. Помещение оборудовано стеллажами для хранения груза. Порядка 4000 палет и мест вмещает себе склад, плюс напольное хранение. То есть стеллажное хранение позволяет хранить груз до 3 тонн на одну балку. Вторая часть проекта резидента предусматривает создание на площадях Т1 предприятий по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. Рината Леулова, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Более 400 жителей нашего региона уже получили материальную помощь от социальной защиты. Соцконтракты на развитие хозяйства успешно реализуются. Семьи начинают зарабатывать и заниматься любимым делом. Наша съемочная группа посетила счету Прокудиных из Сурского района. Каких успехов добились фермеры, узнала Виктория Черкова. Вырастить цыплят, накормить поросят и дождаться зарождения новой жизни в инкубаторе. Быт семьи Прокудиных из села Гулюшево состоит из постоянной работы и ухода за подворье. Три года назад глава семьи Андрей и его супруга решили покинуть город и сменить поле деятельности. Андрей – начальник предприятия, и Ольга – работник торговли, устали от городской суеты. Они уехали в Сурский район, чтобы начать новое дело. Выкупили дом и заручились поддержкой социальной защиты. Соцконтракт стал мощным подспорьем для развития фамильной фермы. Благодаря соцслужбе и соцконтрактам, то есть мы первый год оформили соцконтракт на покупку маточного поголовья гусиного. Второй год мы оформили инкубатор, чтобы можно было выводить уже гусятами, цыплятами. В этом году уже оформили на покупку оборудование. Реализовать экологическое мясо птицы пока что получается через знакомых. Но Андрей не отчаивается и планирует расширить производство до крестьянско-фермерского хозяйства. Благо, большая часть оборудования уже есть. Нашу съемочную группу пустили в святую святых. В инкубатор рассчитанный на 3000 яиц. Оказалось, выведение цыплят и гусят – это очень трудоемкий процесс. Мы начинаем в апреле месяце закладывать. И с этого момента ночами не спим, потому что приходится ходить в инкубатор опрыскивать, проветривать через каждые два часа. Прокудина воспитывает троих сыновей. Ольга рада тому, что их дети растут дали от города. Хозяйка фермы признала, что начинать новую жизнь в деревне было сложно. Чтобы добиться успеха, пришлось запастись терпением. Было очень трудно поначалу привыкать. И работы очень много было. И дом не обустроен был полностью. То есть он был нежилой абсолютно. За первый год мы это освоили. А потом уже начали заниматься разведением птицы. В этом году в их доме ожидается пополнение. Новый шкаф для выведения цыплят. Для его покупки уже составлен контракт на 65 тысяч рублей. В 2019-м представители соцзащиты планируют помочь еще тысячи ульяновцев. 68 миллионов рублей должны быть вложены в улучшение качества жизни наших земляков. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Уллправды. ТВ. Одни считают шахматы азартной интеллектуальной игрой. Другие – развлечением и проведением досуга. В Ульяновске создано условие как для профессионалов, так и для любителей. Уже в субботу пройдет городской чемпионат по шахматам. Шахматы – гимнастика для ума. Большинство людей полагает, что в шахматы могут играть лишь люди с высоким интеллектом. Отчасти это так и есть. Однако поспособствовать повышению своего интеллекта может каждый желающий. Достаточно только начать играть. Тем более, что в Ульяновске для этого созданы все условия. Наша главная задача – точно так же развивать все виды спорта, в том числе и шахматы. А шахматы – это большая возможность привлечь абсолютно все категории людей. Даже людей с ограниченными возможностями. У настольной логической игры многомиллионная армия поклонников. Только в Ульяновске работает 42 шахматных клуба. Шахматные секции действуют на базе общеобразовательных школ. А на главной площади города – Соборный – оборудована площадка для ростовых шахмат, где собираются любители провести свой досуг за игрой. Кстати, вступить в секцию или кружок по шахматам может любой желающий. Ограничений по возрасту или здоровью нет. Именно поэтому на областных соревнованиях по шахматам, которые проходят в эти дни во Дворце творчества детей и молодежи, за одним столом можно увидеть как опытных игроков, так и совсем юных. Я занимаюсь шахматами 4 года. И я занимаюсь ими, потому что они мне нравятся, потому что они развивают память, логическое мышление. Уже в эту субботу, 20 июля, во всем мире отметят Международный день шахмат. В этот день на базе клуба «Дебют» пройдет турнир среди ветеранов. Завтра в регионе ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 26. Ветер западный умеренный – до 9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok